Добрый день, Сергей Фонтон у микрофона, как обычно в это время. Сегодня говорим о необычных путешествиях и о том, возможно ли вообще спланировать самому несколько необычное путешествие, что можно увидеть. Эксперт сегодня Константин Куксин, действительный член Русского географического общества, директор Музея кочевой культуры в Москве, поэт, путешественник. Добрый день, Константин. Добрый день. Действительный член, вот, действительный член Русского географического общества. Действительный, что это значит? Это значит, что человек принимает активное участие в жизни общества. Ну, в принципе, если вы вступаете в общество, вы действительно член. Можно быть почётным членом общества. А, действительно. Как со временем. А недействительным нельзя быть? Нет, нельзя быть недействительным. Можно быть кандидатом, а потом действительным членом. Похоже на академическую среду. Ну, сейчас Русское Академическое Общество очень серьёзная организация. Возглавляет у министра обороны, а курирует президент России. Понятно. В этом году вы совершили замечательное путешествие в Юго-Восточную Азию и в Австралию. Вот, может быть, на этих примерах и попробуем понять, что может среднестатистический человек. Ну, предположим, проблем больших с деньгами нет. Хочет отправиться в путешествие, увидеть что-то необычное. Тяга – это вполне естественно, с моей точки зрения. Обращает свой взор на Австралию, Юго-Восточную Азию. Меня с детства всегда интересовали аборигены. Люди таинственные, загадочные племена. Насколько я помню, каждый говорит, каждое племя на своём языке. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Их сотни этих языков, совершенно верно. Выглядит крайне необычно. И, предположим, мне хотелось бы просто отправиться в Австралию. Мы сейчас не будем говорить о билетах, о том, сколько это стоит. Наверное, проще до Вьетнама долететь оттуда, до Австралии. Это уже другая тема. Разберёмся потом, сколько это стоит. Но насколько вообще возможно самому отправиться в путешествие и что-то реальное увидеть? Вот, например, с аборигенами. Если интересуют аборигены, то сложно организовать путешествие действительно в реальную общину аборигенов. Это закрытое сообщество. Они выиграли несколько судов. Сейчас главным правом является право аборигенов на землю. Десять лет длился процесс одного аборигена с властями. И сейчас прецеденты права в Австралии, они признали высший совет, что главным правом является право аборигена на землю. Теперь любой абориген может сказать, это моя земля, убирайте отсюда ферму, не надо здесь что-то добывать. Они владеют колоссальными территориями. По сути, это бывшие резервации, суверенная земля аборигенов. Это центральная Австралия, да? Повсюду, по всей Австралии. На севере очень много аборигенов. Центральная Австралия, по всему континенту. И, в общем-то, чтобы поехать в резервацию аборигенов, требуется специальное разрешение этой резервации. Получить его, неевоверно, сложно. А туристические агентства как-то общаются? Конечно же, общаются. И при желании можно найти компанию, которая организует вам поездку, допустим, на Тиви-Айлендс, на севере Австралии. Уникальные острова, архипелаг, который принадлежит аборигенам. Попасть туда невозможно. Но на один день вам могут сделать экскурсию. У вас там будут водить по деревне, показывать аборигенов. Но ночевать там нельзя без разрешения. Ну, пообедать, может быть, можно. Пообедать можно, конечно. Можно поехать в центральную Австралию. Ну, конечно, символ Австралии – это красный кирпич, скала Улуру, куда приезжают миллионы туристов каждый год. Это земля аборигенов. И, конечно же, в стоимость тура входит путёвка за право посещения их территорий. Повсюду таблички. Сюда смотреть нельзя. Это такая священная земля. Здесь нельзя фотографировать. Нельзя подниматься на скалу. Но аборигены они сдали в аренду эти земли правительству. Поэтому не могут запретить подниматься на Улуру. И не могут запретить брать кусочки Улуру. Но в музее при этой скале выставлен стенд с тысячами писем людей, которые за слезами пишут, зачем я туда поднимался, я тяжело заболел, мой брат умер. А что это за место? И присылают обратно кусочки скалы, которые они увезли. И, в общем-то, нормальный человек, посмотрев на всё это, и на количество смертей, туда не полезет. Ну, а для аборигенов это священная земля. Это сердце Австралии. Красное сердце континента. И белым туда нельзя подниматься? Да вообще никому нельзя подниматься. Ну, хочется жалеть сверху посмотреть. Тропа инфарктов её называют. Жара страшная, узкая тропинка, люди срывают, сердца останавливаются. Помимо мистических проклятий, которые накладывают аборигены на всех, кто нарушил их запрет. Я антрополог, и я, честно, верю во все эти вещи в разных странах, когда общаешься с людьми. Если они этого не делают или просят не делать, лучше не нарушать закон. Почему стали аборигены такими закрытыми? Им надоели путешественники, в кавычках путешественники, туристы, интерес? Или они с самого начала как-то решили оберегать свою культуру и самость свою? Ну, скажем так, нельзя сказать, что есть общая культура аборигенов. Есть различные группы, множество групп, по сути, это семейные кланы, языковые группы, но их условно называют племенами, это условное название. И изначально они были очень обособлены, и эти племена всё время враждовали, похищали женщин друг у друга, вели войны, наводили порчу с глаз и прочие проклятия, жуткие совершенно. И никогда не было мира в Австралии. То есть аборигены австралийские, это не милые такие вот чернокожие люди, добро пожаловать на тропический остров. Это довольно жестокие люди. И бумеранг это боевое оружие. Если я расскажу вам все подробности, как они умерщили противников, это ужас. Ну и потом ничего хорошего от белого населения они, конечно, не испытывали. Бесплатные пассажиры на судах Её Величества, каторжники, привезли высокую культуру белого человека на континент, и, в общем-то, аборигенов уничтожали, физически уничтожали. В Тасмане ни одного человека не осталось. Просто под корень всех извели. Численность населения упала в десятки раз приходом белых. И в 20 веке была белая политика. Аборигены не имели никаких прав. Их государство считало недееспособными. Государство взяло их под опеку. Нельзя было появляться в каких-то местах. Нельзя было приобретать алкоголь, что, в принципе, неплохо. Много было запретов. Они были недолюдьми. Спиваются сейчас? Ну, бывает, посёлок пьют. Учитывая, что они вообще дрочливые ребята, если они выпьют, это катастрофа. Ну, в принципе, такое можно увидеть у нас в деревнях. Выпили, драться начинают. Ну как, они дерутся, визжат, потом обнимаются, целуются, помирились, когда устали драться. Но калечиться здорово. Сейчас жуткие эти драки аборигенские в деревнях. Ну, деревеньки такие бедно выглядящие, конечно. В глубинке, в настоящей резервации, куда так просто не попасть. И потом детей насильно забирали в школы, чтобы вырастить из них нормальных австралийских фермеров. Политика ассимиляции. Аборигены называют потерянное поколение или украденное поколение. Что дала эта политика? Да ничего, что дети аборигенов и белыми не стали. И жить в Бушине могли вернуться в резервацию. Никому не были не нужны. И только в 80-е, 90-е годы ситуация стала меняться. Получили аборигены право на землю. Детей перестали насильно забирать. Они получили гражданство. И, в общем-то, сейчас их численность резко увеличивается. Их очень много, и они стали какой-то некой весомой силой даже в политических процессах. Такая картина рисуется деревне, достаточно бедная. Иногда выпивают и дерутся. Не слишком приветливы. А на поверхности у них есть некий слой, скажем, таких уже более привычных взгляду людей, которые ведут какие-то дела с политикой. Вы говорите, выигрывают суды. Это совершенно иные вроде бы люди. Есть выход из аборигенов. Первый, это, конечно, художники. Маджиро знаменитые, его последователи. Писатели. Потом появились врачи, адвокаты, учителя. Есть прослойка австралийской коренной интеллигенции, которые решают вопрос, помогают своим сообществам. И защищают интересы. Есть аборигены, учёные, антропологи, безусловно. Безусловно, интеллигентнейшие люди. И цвет кожи же никак не связан с развитием интеллекта. И с такими людьми очень приятно общаться. Они часто для нас, учёных, являются проводниками свой мир, мир аборигенов. Объясню, почему трудно попасть к настоящим аборигенам. У аборигенов нужно быть родственником, чтобы кто-то с тобой начал общаться. Любопытно. Да. И родственные отношения – это самое главное, что есть в общении аборигенов. У них уже 50 тысяч лет – это самая древняя непрерывная цивилизация планеты. 50 тысяч лет. Это может 35, но это не имеет значения. И чтобы исключить близкородственное скрещивание, они придумали сложнейшие системы родства. Сложнейшие. То есть каждый человек знает, к какому-то тему он относится. С какими-то темами он может вступить в брачные отношения, с кем и не может. С кем он имеет право разговаривать, с кем не имеет права даже разговаривать. Например, никогда зять не имеет права разговаривать с тёщей. Почему? Это может быть и мудрый, но я боюсь, что мы неправильно понимаем эту традицию. Чтобы исключить близкородственные связи. Брат с сестрой, где он не имеет права разговаривать. Вот идут втроём. Я, моя сестра и её муж. Я хочу что-то сестре сказать и говорю её мужу. Друг, передай ей, что мы идём в долину Красного ручья. Он говорит, вот он просит передать ей. Хотя она слышит, но общаться нельзя. Как же войти в сообщество? Ну, вот, допустим, как сами аборигены делают. Идёт человек, 500 миль, гонец, в другое племя позвать их на праздник. Идёт он, голый, соответственно, по пустыне, питается ящерицами. Нормально. Приходит в это племя и его спрашивают, ты из какого татема? Он говорит, мой татема собака Динго. Говорит, о, он из татема Динго. Ну, как-то у нас из татема Динго. Смотри, вот это твой брат, это двоюродный брат, это твой отец, это твоя мать. Вот с этими женщинами ты можешь в эти отношения, с этими не можешь. Он вписан в это сообщество, что он из татема Динго, там тоже есть такой татема. Он уже знает правила. Он сразу знает правила, и эта система общая для всего континента. Но как же белому войти в это сообщество? Гостей не бывает? Нет. Просто гостей? Ну, они даже глаза смотреть не будут. Будут разговаривать с собой, так пусть и взгляд. То есть барьер непроницаемый. Но если тебя привозит специалист, в моём случае к антропологу знакомый, дважды меня один Эд, классный друг, уже в годах антрополог, белый, который давно уже включён в сообщество через узи аборигенов, он представил меня как своего племянника. И, соответственно, я тут же простроил систему отношений, мне рассказали, с кем я, в каких отношениях в этом клане. И другой случай, абориген, продвинутый, очень интеллигентный рейджер нацпарка, мы с ним подружились, он меня привёл в своё сообщество, в свою деревню, и познакомил, сказав, что я его брат. Ну, по возрасту он подходил мне как брат старший. И я тут же включился в эту систему. Всё. То есть теперь у меня есть мамы, папы, братья, сёстры, племянники, дяди, тёти. А если вы единожды были представлены, значит, леты, что вы можете теперь через год, через два приехать? Более того, в другом племени я могу сказать, что я был вот в таком-то сообществе, там у меня есть такие-то родственники. Они скажут, а какой татем? Ма, татем, кенгуру, хорошо, значит, у нас тоже есть татем, кенгуру, вот это твоя родня. В норме у аборигенского человека не одна мама, а несколько мам, не один папа, а несколько отцов. Ну, допустим, вот у меня есть дети, все мои братья их родные отцы. Все их братья? Вот у меня братья, для моих детей это родные отцы, мои сёстры их тёти. То, что у нас дядями называется. На самом деле это отцы. И наоборот, если, допустим, у женщины есть сёстры, вот у мамы ребёнка, все её родные сёстры – родные мамы для её детей. Да. А для мужа они племянники. Насколько это искренне воспринимается самими аборигенами? Когда приходит абориген, совершенно искренне. Когда белый человек, ну, понятно, они играют в эту игру, как играют с людьми из других кланов. Но это возможность нормально там жить и общаться. И тогда отношения строятся более тесно. Ведь наш метод – это метод Миклуха Маклая, метод включённого наблюдения. Мы должны стать частью сообщества. А как стать частью сообщества, если с собой даже разговаривать не хотят? Только вступив в эту систему родства. Хорошо. А как тогда сами австралийцы, будучи белыми, налаживают отношения с этим сообществом? Ведь им тоже, наверное, интересно, ну, например, школьникам, студентам приехать в какие-то парки, пообщаться. Выходит, они этого лишены? Есть аборигены, которые подрабатывают в нацпарках. Фронтмены такие. Совершенно верно. Которые обучены, прекрасно знают, что нужно туристу. Он может вас научить рисовать точечками какой-то травинкой, может научить кидать бумеранг и копьё. Приезжает, устраивает шоу. Часто белые это организуют, призывают аборигена, и он в свободное время обучает белых туристов. Очень классно всё это делают. Это очень интересно. И, скажем так, неподготовленному человеку, не антропологу. Этого за глаза хватит, чтобы почувствовать культуру аборигенов. Самому на коре нарисовать какую-нибудь штуку, привезти потом домой, метнуть копьё. Насколько сможешь, если получится. И вернуться, говоря, что всё, я учился аборигенов, я жил в гуше, я настоящий Миклуха Маклай. Копьё и бумеранг – два таких предмета, которые, по крайней мере, в моей далёкой от этнографии голове, ассоциируются с аборигенами. В детстве, я помню, продавались мы в магазинах некие предметы, которые назывались бумерангом. Сколько я их не кидал, мальчишки, они не возвращались. Совершенно верно. Ну, на самом деле, бумеранги, которые продаются в магазинах Москвы сейчас. Они и бумеранги, наверное. Они должны возвращаться, только вот настоящий бумеранг никогда не возвращается. И меня всегда удивляло, как же с ним охотиться, если ты должен бросить, он должен попасть, условно, в какую-то мишень, птицу или, я не знаю, ещё куда-то. Собственно, это же цель охоты, и после этого он же не может вернуться. Конечно, не может. Вообще, только в двух регионах Австралии и сотен обнаружены возвращающиеся бумеранги. Их кидали в ритуальных целях. Скорее всего, это повторялись круг солнца. Это ритуальные бумеранги. 99% бумерангов – это кривая, тяжеленная палка, грубо обработанная, из железного дерева. Её бросают, довольно точно она летит, и сбивают птицу, попадают в кенгуру. Но самое главное – бумеранг – это боевое оружие. Дело в том, что у аборигенов, воинственных ребят, были очень узкие щиты, которым они отражали копья, а бумеранг, имея загнутый край, ударяясь в щит, наносит удар другой стороной по лицу или по телу человека. Часто смертельный удар. То есть, бумеранг был придуман, чтобы облетать щит, наносить удар за щит. Вот и назначение. Можно и просто палку кинуть. А туристы, соревнуясь, кидают бумеранги. Бумеранг могут дать кинуть, чтобы, допустим, подвешивать банку на дерево, в него попасть. Попасть очень сложно. Вверх это тяжело, сила нужна какая в руке. С копьями попроще. Каждый абориген носил верёвочку из собственных волос на поясе. Голые ходили. Там парочка бумерангов. И в руке несколько копий. И там же за волосяным поясом копьеметалка. Воммер. Что это такое? Копью это длинная деревянная такая палочка, хорошо обточена, на огне её выпрямляли. Часто без наконечника, просто деревянный наконечник. Либо из более тяжёлого дерева. Из камня. Из коншипаската. Что было, из того и делали. Но главное, это воммеры. Сзади копья небольшое углубление. А воммеры это палочка с шипчиком. Этот шипчик вставляется в дырочку сзади копья. И копьё придерживаем здесь вот, на левой руке. А воммеры вот так вот бросаем. Принцип прощи. Бросок получается гораздо сильнее и точнее. Здорово. Этой же воммерой отбивают летящие в тебя копьи. Допустим, я иду в другое племя с мирными намерениями. Копьи у меня нет, только воммеры. Естественно, дружелюбные соседи начинают меня кидать копья. Ну, чтобы меня прикончить. Я радостно их воммеры отбиваю. Показываю, что я пришёл без оружия. Ну, отбил пару копий. Они уже начинают с тобой разговаривать. Я вам говорю, я прикидываю воинственные ребята. Понятно. Можно сделать тогда такой вывод, что человек, отправившийся непредвзятый в Австралию, имеет 99,9% вероятности попасть в объятия туристической индустрии. Он сможет кинуть копьё. Он побывает в гостях нормированных у специального фронтмена со стороны аборигенов. Это может быть даже реальная резервация, её часть. Приспособленная на встречи гостей. Не будет актёром. Как у Масаев в Африке. Нет, всё-таки это настоящий абориген. Но вот он делегирован для этой функции. А что едят аборигены? И стоит ли вообще попробовать, попытаться поесть это? Вообще... Вы упоминали ящериц. Сейчас они едят то, что в сельском магазине продаётся. У них есть нормальный магазин. Канцер, макарон, да всё что угодно. Но аборигены, которые вы не увидите голого аборигена, они ходят в одежде нормальной. Мужики в шок, в сандалии. Ну, сандалии, правда, редко носят. В основном босиком даже в городах. Вот то, что осталось, босиком ходят. Ну, сам продвинутые рейнджеры там ботиночки надевают, если служат. А так, женщины в платьях часто сами раскрашивают их тряпочки. Мужики в шортах, в футболках. Бородищи огромные, чёрные кручевые волосы. Но каждая аборигена мечтает отправиться в буш. Если вы приедете в резервацию на своей машине, то вам будет гораздо легче найти дядю, тётю, папу, маму. Потому что машины не у всех есть. Они говорят, о, у тебя машины поехали на рыбалку. И ты едешь по этому бушу бездорожью с аборигенами и рыбачишь. Можно рыбачить, можно охотиться на кенгуру. На валабе такие маленькие кенгуру. Можно на крокодилов охотиться. Крокодилов там столько. На каждой рябке таблички осторожно, крокодилы, крокодилы. Это не шутка, правда, каждый год съедают десятки человек в Австралии. Ну, там либо ядовитые медузы, либо акулы, либо крокодилы, либо ядовитые змеи, всё кишит этой гадостью. А аборигены всё это едят. Гораздо интереснее вопрос, как они готовят еду. Ну, например, такой вопрос. Сколько нужно готовить мясо крокодила? Ну, какая-то термическая обработка, минимальная, по крайней мере. Какие-то аборигены? Мясо крокодила готовится в зависимости от аппетита человека. Если он очень голодный, так он обуглилась чуть-чуть на углях. Его можно есть. А если ты сытый и отдыхаешь, то они хорошо его прожаривают, на углях едят готово. И аборигены никогда ничего не накапливали. То есть, это культуры, цивилизации непосредственного потребления. То они добыли кенгуру, съели, что-то утром съели, а потом оставляют и уходят. В голову не приходят засушить, приготовить. Зачем? Это объясняется, наверное, климатом всё равно. Это всё бегает под боком. Да, зачем? Вот живой холодильник у тебя бегает, кенгуру, добыл его снова. А мы же живём в системе отложенного возврата. Нужно зерно посадить, урожай собрать, зато потом зимой можно хлебушек печь. И они совершенно не думают о завтра, что в дне. И ещё, конечно же, турист встретит аборигена в каждом городе, в каждом посёлке Австралии. В каждом. Они будут сидеть в парках, на траве босы, разговаривать, курить и ничего больше не делать. В каждом городе лужайка, и там сидят аборигены. Женщины, мужчины целыми днями сидят и ничего не делают. Вот человек Австралиец белый бежит на работу. У него какие-то дела, бизнес. А эти сидят и грезят, как это называется. Но они называют времена творения, времена грёз или времена сновидений. И они погружаются в эти грёзы, и ничего-то им делать не надо. Не потому, что они ленивые, просто им очень мало нужно от жизни. Ну, еда есть, там, какое-то пособие они, допустим, получают, и всё. А белых это раздражает. Ну, почему ты сидишь, бездельник под пальмой, ничего не делаешь, когда я тружусь? И напряжение прорывается. Я был свидетелем того, что хотя по телевидению везде в Австралии звучит, что аборигены наше достояние, культура, это всё. Возник такой праздник, день извинения. Вот для чего Соединённые Штаты наверняка не дойдут. Когда премьер-министр публично извинился перед аборигенами за зло, ведомое и неведомое, которое причинили белые люди. За всё прошлое. Это стал ежегодный праздник, день извинения, когда белое население извиняется перед аборигенами. Как реагируют аборигены спокойно? Ну, спокойно, они ко всему спокойно относятся, да, к этим вещам. Но это круто, это здорово. Такое вообще появилось после всё, что было сделано. Но прорывается. Как-то в Дарвине, помню, иду вечером, идёт подвыпивший абориген. А на встречу подвыпивший белый. И абориген разлучайно задел плечом. Кто-то его схватил, к ней прижал и высказал ему всё, что он думает про аборигенов. Не очень политкорректно. Что вы такие, такие, да, достали. Я отплачу налоги, чтобы вас бездельников кормить. Я думал, он его убьёт сейчас. Бросил его на асфальт и ушёл. Вот это прорывается. То есть, это есть. Проблемы есть. Они назревают. И аборигенов стоится всё больше. И нужно решать вопрос, что им делать потом. Потому что сколько можно жить в резервациях на пособие? Ну да. Нужно работу искать. Нужно учиться. А далеко не все хотят вступать в общество белых. Им просто это не очень интересно. Понятно. Крайне любопытно. В гостях сегодня у нас Константин Куксин. Действительно член Русского географического общества. Директор Музея кочевой культуры. Мы вернёмся в студию после короткого выпуска новостей. И продолжим разговор о путешествиях необычных. И стоит ли вообще человеку, который живёт спокойно в России, мечтать о каких-то дальних поездках. Например, в середине зимы. Сергей Фонтон. Мой гость Константин Куксин. Действительный член Русского географического общества. Директор Музея кочевой культуры. Поэт. Путешественник. И чрезвычайно приятный и яркий собеседник. Спасибо. Говорим об Австралии, об аборигенах. И, пожалуй, у меня осталось два таких неудовлетворённых любопытства, скажем так, вопроса. Первое. Бывают ли аборигенские женщины симпатичны с точки зрения просто нашего восприятия? Да. Сложный вопрос. И есть ли, соответственно, под вопрос, есть ли смешанные браки в Австралии? Смешанные браки, конечно же, есть. И достаточно много. Их было особенно раньше, когда австралийские женщины вступали в союз с белыми мужчинами. По разным причинам. Во-первых, у золотоискателей и скотоводов мало было женщин, и хоть какая. Ну, во-вторых, женщина в традиционном австралийском обществе не обладает никакими правами. Это частная собственность мужчины, её мужа. Поэтому старики-аборигены часто имели по 10-12 жён. И этими жёнами мог распоряжаться, одолжить её другу, продать за хвост кенгуру, за новый бумеранг, или предложить белому торговцу за муку или сахар. Поэтому такое поколение метисное, наверное, появлялось, конечно же. Ну, на мой вкус, австралийские женщины слишком своеобразны для белого человека. То есть, это не очень распространено всё-таки? Всё-таки не очень. Такие вот дети появлялись, случайные, а так это не в норме. Скажите, вот туристический аспект теперь понятен. Ваш интерес как этнографа, как учёного, каков был в Австралии? Ни один народ не изучен так, как австралийские аборигены. Их изучали долго, дотошно, подробно. Можно сесть за книги... Тем более, что вы искали, Кость, там? И всё про них узнать. Что я искал? Для того, чтобы рассказывать про аборигенов Австралии у меня в музее, такая программа уже готова. Очень интересная программа. Благо экспонатов в одном рюкзаке. Примезли всё, что есть у аборигена в жизни. Он поместился в одном рюкзаке. Чтобы рассказывать это, нужно было с ними пообщаться. Потому что многие вещи, научные сведения, со стороны книг, они не создают ощущения. И потом научиться гидать копьё, почувствовать вкус крокодильевого мяса на уголях испечённого. Узнать какие-то вещи, узнать семейные истории реальных современных людей. Это можно только в такой экспедиции. Цель погружения, правильно? Именно погружение в культуру, пожить с ними, копнуть глубину, почувствовать то, что чувствуешь, только живя с человеком долго. В каком-то плане они действительно стали мне родственниками. Научился кидать копьё? Да, копьё научился кидать. Да, неплохо. В музее кочевой культуры будут курсы метания копья? Буду показывать, но у нас нет такой площади, чтобы метать копьё. Страшно, что он улетит в соседнюю территорию, какой-нибудь покалечит. Но будет обязательно курс по разведению огня трением, благо я неплохо это уже делаю. Раньше не верил, что палочка можно носить, легко получается. Настоящий бумеранг можно пощупать. И будет всё потрогать, и старинные, и современные. И будет классный мастер-класс по рисунку аборигенов. Как изобразить свой татьем правильно, когда используется охра, белая глина и травинка. Окей, так что те, кто не доберутся до Австралии, друзья, пожалуйста, приходите. А кто собирается в Австралию, можно до путешествия сходить в музей и познакомиться с этой культурой. Чтобы ехать подготовленным. Вообще, главная памятка туристу – познакомиться со страной до того, куда едешь. Ну, чтобы избежать каких-то, прежде всего, неприятных ситуаций. Чтобы не оскорбить местное селение и так далее. Какое главное оскорбление для аборигена? Ну, назвать его чёрным. Понятно. Да, сказать, что кто ты такой, я белый, а ты кто? Можно огрести так, что потом полиция тебя не оправдает, ты сам будешь виноват. Но я думаю, от этого наши туристы всё-таки далеки. Конечно. Не, ну, русские люди очень терпимы. Наша страна, иначе бы, развалилась давно. Скажите, этим летом вы ещё посетили, по-моему, Юго-Восточную Азию и занимались морскими цыганами. Ну, скажем так, этой зимой. Этой зимой, хорошо. Это, в принципе, на экваторе, там неважно, когда путешествовать. Это остров Борнео. В Индонезии это Ява, Суматра и прежде всего Борнео. Борнео, часть Сулавесия. Или Калимантан, как он называет, да. Ну, на Борнео, на Калимантане была наша база. И Маньянма, ну, не столько континентальная Маньянма, сколько островная. Это архипелаг в Андаманском море, где мы очень плотно работали. И это было очень необычное путешествие. Если про австралийских аборигенов знают все, то мало кто слышал о таких народах, как Макена и Баджао. Если Баджао сотни тысяч человек, то Макена всего две тысячи человек, живущие на островах. А многие до острова даже не выходят, они живут в лодках. Рождаются в лодках, и в лодках умирают. И очень мало о них информации. Это, наоборот, очень малоизученное сообщество. Их называют морские цыгане. Так прозвали их белые, потому что они бродяжничают по морю и нигде надолго не останавливаются. Ну, их можно назвать морские кочевники, кочевники океана. Потрясающе интересные люди. Там тоже нужна специальная рекомендация, чтобы появиться в их сообществе. Ну, виза в Маньянму получается достаточно легко. У вас, кстати, не коснулись эти события? К счастью, не коснулись. Но, живя там, в Маньянме, довольно долго, я наслышался об этих проблемах. Был наслышан подробно. И это не столько конфликт между буддистами и мусульманами, сколько конфликт между беженцами из Бангладеша, которые мусульмане, и традиционным населением. То есть, конфликт территорий, полей, матформирование, которые возникают. Имущественно-культурное, скорее. Это очень сложный клубок, который распутать невозможно. Но, в принципе, когда у власти находится военное правительство с буддийскими монахами, такое сочетание воинственного буддизма очень необычное. Этого не увидеть нигде, наверное, больше. В своих лекциях всегда говорили, Константин, что буддисты все-таки крайне мирные люди. И мы привыкли к этому. Ну, они на самом деле мирные, но это буддизм, школа Тхировада, древняя интересная школа. И там, собственно, буддисты являются только монахи. И они берут себе обеты, а мирянин должен поддерживать монастыри, строить ступы, храмы, их там тысячи. И защищать интересы. И да, защищать интересы. Тогда в следующей жизни родится монахом и сможет гораздо быстрее отчащать свою карму. Но, впрочем, это сейчас будет для себя буддизм. Это отдельная история. Так вот, в Мьянму визу получать, ну, единственное, конечно, страна не считается спокойной. Да. Ну, как? На улицах все хорошо, если не попадете на какие-нибудь погромы и драки. Как в любом тоталитарном государстве. Но вас могут обвинить непонятно в чем и посреди тюрьмы. Непонятно насколько. Непонятно насколько. И кто вас туда вытащит, тоже непонятно. Неспокойный регион, но туристов едет много, потому что Мьянма уникальная страна. Рядом Таиланд, знакомый всем россиянам. Спокойный. Спокойный. Искалеченный, изуродованный туризмом совершенно. А рядом Мьянма. Совершенно нетронутая туризмом страна. И в этой Мьянме есть глушь. Это острова в Даманском море, где живут Макена. Настолько это глушь. Трудно даже поверить будет радиослушателям. Мы пребываем на отдаленный остров, на карте или помещался даже. Все на лодках между островами, по проливам. И находим деревеньку, где время от времени причаливают лодки, которые живут в цыгане Макена. И там с женщинами разговорились. И бабульчик немножко успокоилась. Стал учать этот вопрос с переводчиком, конечно. Она знает только макенский язык. И она потом признается, вы знаете, я вас увидела, вначале хотела убежать. Бабушка, почему вы хотели убежать? Так страшно. Говорит, я просто никогда таких раньше не видела. И потом мы выясняем, что мы не просто первые белые люди, которых видят жители этого острова. Мы вообще первые немьянмарцы. Даже наш переводчик, Полу Индус, был для неё в диковинку. Мне казалось, таких мест на земле уже не осталось. Когда я мальчишкой обожал географию, читал книжки, я думал, что всё, моя эпоха миновала, всё открыто. Это не первый случай, когда я оказался первым белым человеком, которого встретили люди. Но здесь меня это поразило. Это очень густонаселённый регион. Но стать первым немьянмарцем, это круто. А фотоаппарат был с вами? И фотоаппарат, и видеокамера. Не боялись они? Некоторые, вы знаете, считают, что духи забирают что-то или наоборот. Нет, это ушло в прошлое с появлением мобильной связи. Почти у каждого аборигена-фапуаса есть мобильный телефон, и они обожают фоткаться. Я ещё застал эпоху, когда к фотоаппарату кто-то относился настороженно. Сейчас они первые предложат, давай с тобой сделаем селфи. Аборигены, да. Я первый белый человек, который они видят, но телефон у них китайский есть. Вот такое сочетание вроде бы несочетаемых вещей. А вот эти так называемые морские цыгане, вы с ними вместе немножко путешествовали? Конечно. Как строилось общение? Мы прибыли на остров, куда нас привёз наш проводник. Он с ними был знаком уже. Он полулегально живёт в Нянми, потому что он наполовину индус, гражданства у него нет. И он выучил английский по фильму сам. Неплохо говорит, лишь с ужасным акцентом, но был переводчиком. И мы в деревню прибыли, нас приставили, мы познакомились. Люди достаточно открытые. Мы им были очень интересны, как инопланетяне. Где россияне понятия не имеют. Они знают прекрасно, как мы квартиру знаем, свои острова, проливы, где какая рыба. В чём расстояние в сотни километров, где они кочуют по морю. Но что там дальше, не очень интересно. И мы с ними общались, и увидели, как они живут. Их лодки, дома, они, правда, похожи на цыганскую кибетку. Лодка длиной 27 метров. 27. Делают сами, без диного гвоздя, деревянными колышками. Всё сшивается, смолой дерево промазывается. Служит лет 20 такая лодка, может, до 50 даже, если беречь. Ну, уже, правда, не паруса, а моторы. И в этих лодках вся семья. И маленькие дети. Если старики, у нас семья была, их 15 человек с кучей детей. И ещё бабушка с дедушкой. Бабушка и дедушка в лодку не влезают, на берегу оставаться не хотят. Они же морские цыгани. Тогда маленькую шлюпку с хижиной для бабушки и дедушки набуксили, прицепили и ушли в море. Как они живут? Они уходят примерно на 40 дней, на 2 месяца, и живут в океане в этой лодке. Океан относительно спокойный. Потом они причаливают, сдают продукцию в деревень на 2 дня и снова уходят в море. Вот такая жизнь. Океан достаточно спокойный. Куда мы там были, тишина, гладь. Но всё-таки, да. Когда шторма, они откачёвывают и переживают это время в укромных бухтах, которые они прекрасно знают. Но многие, даже имея хижину на сваях на берегу, всё равно живут в лодке. Потому что привыкли. Но это сообщество, в отличие от австралийских аборигенов, открытое, да? Ну, скажем так, они более открытые. Но у них есть свои проблемы. Например, власти Мьянмы в каждую деревню стараются отправить своего человека, чтобы тот за ними приглядывал. И они собираются их как бы там налог рыбой, морепродуктами, и поставляют им муку. То есть, как бы так опекают. Что, конечно, Макена не нравится. Раньше, говорят, были даже преследования Макена. Ну, прежде всего, со стороны пиратов, которые высаживались на острова и резали несчастных морских цыган. Кость, простите, небольшая пауза. Информация о погоде. И вернёмся, продолжим разговор. Я бы сказал, в этот раз инструкцию надо применять с осторожностью, потому что мы говорим о Мьянме, о замечательных, интересных племенах Макена и Баджао, о людях, которые живут на лодках, постоянно живут, называют их в быту морские цыгане, потому что они передвигаются то туда, то сюда, естественно. И добраться, в общем, до Мьянмы без проблем можно. Вы летите в Таиланд и дальше местным рейсом. Визу тоже получить легко, но надо быть осторожным, потому что регион, конечно, достаточно тревожный. Местами тревожный, временами тревожный, скажем так. Ну, в Мьянме побывать стоит. Помимо, если вы не антрополог, может, вам неинтересны морские цыгане, там прекрасные буддийские памятники, город поган. Это десятки километров квадратных ступ пагод, которые в джунглях возвышаются, среди полей. Просто сказка. Давно бы стал город памятником ЮНЕСКО, но из-за политической ситуации всё никак не сделают. Сказочное место. Возвращаемся к этим цыганам, которые живут на лодках. Вы даже привели, например, маленькая лодочка сзади, где дедушка и бабушка. Мне очень это понравилось, идея. А внутри лодка как-то делится на подразделения, ну, как обычно, там, юрты или другие жилища, как чё-то делится? Условно на рабочее помещение, на склад и на жилое помещение. Несколько палуб довольно низких. Конечно же, там есть и DVD, и проигрыватель, и лампочка вечером светится, и два фонарика красные и зелёные, чтобы большой океанский лайнер не потопил эту лодку. То есть электричество есть, небольшие генераторы, солнечные батарейки лежат. Спят все на соломенных матах, где-то гамачок подвешивают, где-то колыбелечка может болтаться, битком. Ну, климат-то хороший. Надоели все, вылез на верхнюю палубу, лёг среди трепангов, лежишь, загораешь, или ночью под луной. Чем они занимаются? Они рыбачат и собирают различные морепродукты во время отлива. Особенно ценные продукты – это трепанги. Трепанги от маленьких до здоровых, необычайно вкусные, а китайцы просто с ума сходят по поводу трепангов. И издревле морские цыгане занимались этим промыслом, что любопытно, на лодках доходили до Австралии и общались с аборигенами. И мне на островах Тиви аборигены рассказали, что эти времена называются временами счастья. Почему? Когда под цветными парусами приходили морские цыгане, даже возили аборигенов в качестве туристов на Калимонтан, на Бордео и обратно. Брали в жёны аборигенских женщин. И это были счастливые времена. А потом под белыми парусами пришли голландцы, и начались плохие времена, совсем другие. То есть был такой союз, потому что аборигенам, пожалуйста, а те привозили интересные товары и информацию. Было такое общение. И собирают из трепангов различные ракушечки. Всё, что можно съесть. Что-то съедается сразу. Вот мы каждое утро с ними жили суп из улиток. В полосе отлива женщины набрали их, сварили. И у каждого на груди булавка висит английская. Чтобы улиточку вскрывать, крышечку, и оттуда этой булавкой её выедать. Класс. Ходят полуголые, либо в юбках мужчины, и женщины тоже в юбках-платьях. Либо вообще в одной наберенной повязке. Это один старик, Раджо Волк, который ходит всегда только в одних шортах, в лучшем случае. Он говорил, моя кожа, моя одежда. И всегда. Ему 73 года, он ныряет на глубину 12 метров, сам ставит в сети. Говорит, вот уже, правда, два года футбол с мужиками не играет, что-то уже не то. Трепанги сетями собираются? Трепанги руками собираются. Руками время отлива. Собирают их, варят, высушивают, и всё в Китай, и получают неплохие деньги. По крайней мере, этих денег хватает на топливо, на то, чтобы подновить лодку, купить рис, купить соль, что-то, ну, всё, что нужно. Чай, сахар, то, что покупают в магазинах. А сетями рыбу? Сетями редко. Что любопытно, рядом плавают огромные сейнеры, плавают мощные лодки мьянмарцев с прожекторами по 500 ватт, каждая лампа. Мы считали, что это 40 киловатт, что ли, на одной лодке. Освещают море так, что видно 20 ветров в глубину, светом приманивают рыбу, и сетями тоннами поднимают. Вызгал вопрос, как морские цыгане выдерживают конкуренцию с промышленным ловом. Оказалось, что в сетке не всякая рыба идёт. Самое ценное. Ловится только острогой, либо маленькой сеточкой, либо определённое время. Кальмары крупных не поймаешь сеткой, нужно руками ловить, либо на блесну. И, в общем, вылавливая особо ценные породы рыбы и собирая особо ценных моллюсков, либо иглокожих, они выдерживают конкуренцию. То есть они нашли свою нишу. И налоги они никакие не платят. И, в общем-то, не совсем все считают гражданами стран, где живут. Например, почему свои дома, если дома у них есть, они строят на сваях в полосе отлива? Потому что эта земля считается ничейной землёй. За неё не нужно платить налог на землю. Никто там больше ничего не построит. Домики на сваях, кривые косы, строятся за 2-3 дня, живёт 3-4 года. Потом волна его смывает, они строят новые щелёстые домики. И никто особенно не огорчается. И не переживают, как аборигены не переживают, ни о чём так и они. Довольно счастливые люди. Когда с ними общаешься, кожа совершенно чёрная, на солнце пропитанной морской солью, волосы густые. Но улыбаются, счастливые постоянно. Да, как у всех людей бывают проблемы. Кто-то там женщина потеряла, мужа погиб в море. Да, ребёнок болеет. Но при этом в них жива какая-то надежда на лучшее. С ними очень приятно общаться. Вас как-то представляли вот этот проводник специально братом, как с аборигеном? Нет, здесь всё просто. Мы приплыли и сказали, что мы из далёкой холодной России, где море замерзает. Для них это ад, страшный сон. И привезли фотографии, как всегда мы возим, других кочевников. Рассказали, что мы работали с другими народами. Им было это очень интересно. Увидев фотки за снежной России, они просто обомлели. Ну, они даже снег-то, наверное, никогда не видели. Не видели никогда. И как-то глаза в глаза, слово за словом вызвали интерес. Они пригласили нас остаться. Мы поставили палатки возле деревни, под кокосовой пальмой, на берегу Лазурного залива. У меня была одна мысль. Неужели мы на работе? В экспедиции такой курорт! Никаких туристов. Ну, было здорово. И мы каждый день ходили с ними, ночевали. Потом на лодках пошли с ними в океан. И рыбачили с ними, и ныряли. Интересный метод слова – облавная охота. Это не рыбалка, а охота. Мы поставили сетку длиной полтора километра с узким проходом. Затем стали греметь, шуметь, и в эту сетку загонять рыбу. Греметь, шуметь, над водой, или как-то в воде. Верёвки с лодок бросали, с канистрами пустыми. Маленькая сетка 100 метров в диаметре с маленьким проходом. Туда вся эта рыба стала заходить. Проход закрыли, прыгнули все на коралловый риф, и давай копьями её и руками полную лодку набрали. Ну, и как вы по сравнению с настоящими нырянщиками себя чувствовали? Нормально. Рыбу-то я, рыбу я ловил. Ну, одна рыба мне попалась, там же половина ядовитых, половина каких-то непонятных. Я схватил рыбу, а она начала раздуваться, рыба-шар. Её такие шипы. А мне ещё до парня, он кино снимал. Кричит, давай, под шапры возьми, под шапры. Я говорю, какие у них шапры? Он такой пузырь раздулся, её бросил. Разные были случаи. Но они-то сразу знают, какая ядовитая, какую лучше не трогать. Какую-то сразу отпускают. Ныряют глубоко. Да, был такой случай, снимал кино, Егор у него, GoPro стояла на носу лодки. И причаливая к станции, где рыбу сдавать, лодка ударилась, и GoPro соскочила с резьбы и в воду. А был ещё прилив, вода мутрая. Егор чуть не рыдал, только купил себе новую камеру, день рождения подарил. И мужики местными нормальными, говорят, не глубоко, как-то метров 12. Говорят, надо этих позвать, Макена. Быстренько на лодку, на берег, мальчишки. Мальчишка там лет 11-12. Дольше всего мы объясняли ему, что такое GoPro. Что надо найти. Что такое, она квадратненькая такая. Когда ему объяснили, он прыг и в воду исчез. Минута проходит вторая. Егор уже белый. Говорит, парень утонул. Зачем его попросил? Что, как там теперь жить? Тут он раз, через 4 минуты 30 секунд выныривает в руке GoPro. При этом она всё это снимала. Потом посмотрели, когда упала, пролежала. Он нырнул на 4,5 минуты на глубину 12 метров в полной тьме. Он нашёл её по описанию. Это мальчишка. Сталики ныряют на 30 метров. Вы говорите, что есть два племени. Одно более многочисленное, другое менее. Совсем около 2000. Макен около 2000. Это Маньянма и отчасти Таиланд. Правда, в последний год они уходят с Таиланды. Туристы тому виной. Прежде всего, дайверы, которые по коралловым рифам ныряют, пугают рыбу. И морским цыганам делать нечего. Они просто не заработают себе за жизнь. Поэтому они переместились в сторону Маньянмы. Но при желании какие-то группы можно в Таиланде обнаружить. То есть, если поспрашивать местных жителей на берегу, есть ли живущие в лодках, они вам скорее их покажут. Но 2000 человек, наверное, слишком мало, чтобы они всё-таки были состоятельны, как отдельная нация или племя. Почему? Они себя ощущают единым народом. Они говорят на своём языке. Многие не знают нянмарского языка даже. Нет, нет, это я понимаю, но какие перспективы? Они выживут? Конечно. Я знаю народы, общался с народами, которых осталось 200 человек. Народ, которых осталось 15 семей, и которые живут в России при этом. Но всё-таки это очень трудно, сохранить свой язык. Да, трудно. Первый, когда теряется язык, тогда уже и уходит народ. Язык и традиционный промысел. Отними у Макена сбор трепангов и особый вид рыбной ловли, они растворятся в этом море из сотен национальностей в Руго-Восточной Азии. Но пока они осадуют свою идентичность, пока они живы морем, живут в лодках, говорят на своём языке, пока они верят, что после смерти их души морские коньки уносят в другое спокойное море, не бывает штормов и много рыбы, они остаются морскими цыганами. Ну а Баджао, Баджао – многочисленный народ и делится на разные такие племенные группы. Коренные Баджао – это филиппинские острова. Потом это Индонезия, Малайзия, они чётко различаются. Это вот филиппинские, это малазийские, это местные, интересные очень люди. Внешне для нашего взгляда они отличимы от Макена? Внешне. Вот если говорить о красоте женщин, у Нианмарки фантастически красивые, фантастически красивые женщины, совершенно миниатюрные, очень стройные, очень красивые. Ну а Макена, Баджао, они похожи на них. Это южно-азиатский типаж, красивые люди. То есть они привычнее нам, чем у Боригена Австралии, те совсем другие и очень древние. Вообще население красивое, здоровое, молодое население Юго-Восточной Азии. И Баджао – не исключение. Ну естественно, они такие просоленные, закалённые морем, и это вызывает уважение и восхищение этими людьми. Спасибо большое. Время наше стремительно истекло. В гостях был Константин Куксин. Говорили о дальних, замечательных, манящих путешествиях. Повторяйте, дерзайте, но осторожно. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова